Режим энергосбережения и ночные дозоры, которые следят за его исполнением, жители Крыма во время опроса, проведенного социологами в ЦИОМ, а теперь и на практике, показали, они готовы к блокаде со стороны Украины. В школах и детских садах установлены генераторы, а некоторые предприятия переходят на ночной режим работы. О крымском ответе на политический шантаж. В репортаже Виталия Каченко. Свои жизненные планы крымчане теперь сверяют с графиками верных отключений. Почти полтора месяца никто точно не знал, когда и, главное, на сколько отключат свет. Соответствующие письма энергетики стали разносить в городах и селах. Это для вас. Мы ходим, расклеиваем, разбрасываем по ящичкам. Вот сутки же не отключают. Сутки не отключают. То бывает три раза, два раза. В отдаленных районах свет подают по графику два часа через два. В центральных отключениях происходит реже. На временные трудности крымчане, кажется, перестали вообще обращать внимание. Вот в одном из крупных супермаркетов Симферополя погас свет. Но покупатели этого как будто не замечают. При свете мобильных телефонов продолжают выбирать товары. На то, чтобы запустить генератор, у администратора, как по нормативу, ушло меньше минуты. Мы как-то привыкли. Но назад и на коленях стоять перед ними никогда. Мы же сами согласились дома и терпеть, правильно? Вообще никак. Вчера у меня где-то, наверное, без десяти девять отрубили свет. Но у меня есть фонарики. Абсолютное большинство крымчан и жителей Севастополя, как показал опрос, проведенный по поручению президента, социологами в ЦИОМ высказались против заключения контракта с Украиной на поставку электроэнергии. Тогда Киев, напомню, потребовал, чтобы в договоре оба российских региона были указаны как часть Украины. Более 94% жителей полуострова готовы потерпеть незначительный перебой в электроснабжении в течение ближайших трех-четырех месяцев. Разговоров, мне кажется, не должно быть по поводу Украины в плане сотрудничества и каких-то поставок электроэнергии. Думаю, что мы скоро им будем поставлять, если у них будет нужда. Настроение хорошее, праздничное. И я знаю, что это обязательно все закончится. И обязательно будет свет у нас всегда. Ну, а с Украиной нет. Поэтому мы готовы терпеть. Ну, по крайней мере, я и моя семья, и мои родственники, да. Шантажировать крымчан отключением света бесполезно. Гласят плакаты на улицах крымских городов. Экономия электроэнергии. Вот главный тренд на полуострове. С наступлением темноты коммунальщики Симферополя выходят в ночной дозор. Они следят за тем, чтобы были отключены рекламные щиты и вывески при входе в магазины. За счет сэкономленной электроэнергии освещаются городские улицы. Кафе и ресторанам разрешено работать только до восьми вечера. Позже только за счет собственных источников питания. Сегодня возобновили занятия в школах и детских садах. Почти во всех учебных заведениях установлены генераторы. К ним подключены и котельные. Там, где не удается поддерживать необходимый температурный режим, временно сократили занятия. После новогодних праздников на полуострове заработали более 160 предприятий. На Севастопольский авиационный завод свет подают на 12 часов в сутки. Но чтобы выполнить заказ, здесь готовы трудиться даже в ночную смену. Выручают резервные дизельные установки. Ситуация предусматривает, что нужно запускать дизель, а мы их запускали. То, что производительность будет повышена, это точно. Следовательно, быстрее выпустим ту технику, которую у нас по госзаказу. Несмотря на энергодефицит, в Симферополе и Севастополе на маршруты снова вышли троллейбусы. 35 машин выпустили с одного деку, а со второго не знаю. Как только в полном объеме электроэнергия будет поступать в город Севастополь, троллейбусы будут ходить, как положено. Уже весной после запуска очередных двух цепей энергомоста через Керченский пролив, Крым будет полностью обеспечен электричеством. А после строительства двух тепловых электростанций, полуостров получит вдвое больше, чем закупал у ненадежных соседей. Виталий Каченко, Сергей Титенко, Светлана Баркова и Павел Силин. Первый канал. Крым.